Привет, что читаете? Сегодня дежурное почтение Екатерина Позекова. Сегодня я вам расскажу о книге Александра Архангельского, путеводитель по классике «Продленка для взрослых». Дан автор, известный российский писатель, филолог, профессор, автор учебника по литературе для десятых классов. «Продленка для взрослых» — это дополнительный курс для тех, кто упустил возможность настоящей встречи с миром русской литературы. Когда нам в совершенно юном возрасте подают сложную, необъятную в своем понимании классику, мы просто не в состоянии ее воспринять, полюбить. Поэтому мы забываем про нее и не можем объяснить своим детям, в чем суть. О чем эта книга? Для кого эта книга? Нас заставляют в школе рисовать таблицу и расписывают произведения по образам. Имя героя, речевая характеристика, биография, внешность, характер, детали. Красные руки Базарова, близорукость Пьера, усики над губой юной жены Балконского, мраморные плечи Элен. Мы честно отрабатываем номер, списываем у соседа. Павел Петрович Кирсанов, речевой характер. Извольте, эфта, эхта и забываем сразу после сочинения. Оно же эгое. Потому что скучно, а жизнь коротка. Между тем, в большой литературе вокруг героя, как вокруг незыблемого стержня, вращается все художественное пространство. В образы героя взгущены представления автора о мире. Это призма, тот магический кристалл, через который мы заглядываем в глубину произведения. Сквозь множество персонажей мировой литературы просвечивается образ Гамлета, страдающего и безвольного. Или Фауста, деятельного, безудержного, активного. Или Фауста, деятельного, безудержного, активного. Перечитайте доктора Живаго Пастернака. В образе Юрия Андреевича Живаго проступает Гамлет. В образе его антагониста Стрельникова – Фауст. И примеры можно множить и множить. Литературные архетипы повторяются из поколения в поколение, из книги в книгу. Не потому, что есть какая-то таинственная формула, зашитая в состав культурной памяти, а просто потому, что так писателям удобнее работать. На фоне сходства очевиднее различия. При этом главные сквозные образы могут расходиться с представлением народа о самом себе. Мы привыкли говорить о русской культуре, как о культуре патриархальной, то есть тотально мужской, предписывающей каждому сверчку свой шесток, ставящей женщину возле корыта и печки, а мужчину во главе семьи. Но в ряду бессмертных героинь родной словесности одна из первых – княгиня Ольга. А в череде героев – князь Борис и Глеб. Ольга Валевая способна принять жестокие решения, мстящая за мужа, обманывающая врага. А Борис и Глеб готовы умереть без сопротивления, чтобы не поднять руку на старшего брата. Она – полюс активного выбора, а не полюс пассивного страдания. Это не очень совпадает с матрицей патриархальности. При этом именно Ольга с ее железным характером узнается в героинях древнерусской словесности. От Феврония, который начинает женить на себе Петра, до Ярославной, чей плач исполнен неподдельной силой и требования к Игорю – вернись. То же мы встречаем в русской литературной классике. Ее героиня готова взять семью в свои руки, как Наташа Ростова, коня на скаку остановить, как крестьянка Некрасова. Едут за мужьями на край света, как его же русские женщины. Опутанные социальными обстоятельствами и лишенные возможности действовать по-своему, они либо не принимают эти обстоятельства и кончают с собой, как Катерина в грозе или Анна Каренина, либо твердо и единолично принимают решение о невозможности беззаконного счастья, как Татьяна Ларина. А образ трастотерпца, который отказался от собственной силы и воли, восходящий к Борису и Глебу, воспроизводится в Обломове и князе Мышкиным, Платоне Каратаеве и том же Юрие Живаго. Если же герой решителен, то ему нужно будет малость пострадать и тем себя исправить, как Родиону Раскольникову, либо раствориться в Обломовском сыне, как Штольц. В заочном споре между Гамлетом и Фаустом на русской почве всегда побеждает Гамлет, да и на советской в ее лучших проявлениях тоже. Павка Корчагин скорее исключение из общего правила, поэтому разговор о литературном герое это не разговор в пользу бедных, это разговор о самой сути словесности, особенно применительно к России. В Китае в городе Сиань возле входа в мавзолеи императора Цинь Шэуанди стоит 8100 полноразмерных статуй, воинов и их лошадей. Глиняные копии людей захоронили вместе с императором, правда, судя по всему, закопали до 70 тысяч строителей мавзолея. А когда в 20 веке нашли во время бурения артезианских скважин, это произвело такое впечатление на Китай и в целом на мир, что эти таракотовые воины стали символом китайской культуры. Нам же ничего раскапывать не надо. Русские литературные герои – наша воплощенная память. Эта книга – нечто вроде литературного путеводителя, построена она по принципу энциклопедию. Каждому герою посвящена отдельная статья, причем размещены они не по значимости или симпатичности, а по алфавиту, что отчасти несправедливо, потому что, скажем, Молчалин при таком подходе обгоняет Чацкого, зато удобно. Хочешь найти статью о Гриневе – ищешь раздел «Пушкин». В нем подраздел «Капитанская дочь», а внутри него по оглавлению – статью «Гринев, Петр». Мы пройдем через портретную галерею ключевых персонажей отечественной литературы. Будем останавливаться возле некоторых и внимательно смотреть, какую эстетическую тайну раскрывает этот образ. То, что сообщает нам, помимо речевых характеристик, портретных деталей и сюжетных функций. Хронологические рамки ограничим пушкинским периодом, начало которому положил публикацию повести «Карамзина. Бедная Лиза» в 1792 и который завершился в 1840, когда вышло первое издание Лермонтовского героя нашего времени. Это та самая школьная классика, то есть набор произведений, признаваемых образцовыми, на которых словно на распорках держится литература в школе. Немыслимо спрятаться в классике от сегодняшнего дня, от текущей словесности, от живой жизни культуры. Классика не обособлена от современности, невозможно указать черту, за которой она завершается и начинается литературное сегодня. То, что мы читаем здесь и сейчас, завтра может быть классикой. То, что было классикой вчера, может потерять свой статус завтра. Но есть какие-то опорные фигуры, родоначальник русской классики Карамзин, создатель образцовой комедии Грибоедов, центр нашей культурной вселенной Пушкин, грустно смеющийся Гоголь, задающий вечные загадки Лермонтов. В России не было своей серьезной мифологии или до нас она не дошла. Развитая демонология имеется, все эти бесчисленные духи дома и леса, реки и земли в изобилии. А мифов, которых держали бы культуру, как атланты, нет. В отличие от Греции и Рима, Древней Скандинавии, Ирландии, Индии и русской литературы, если угодно, стала нашей новой мифологией и ее героем в центре этой мифологической карты мира. Эта книга для тех, кто хочет глубже разобраться в литературе, говорить со своими детьми на одном языке. Эта книга полезна старшеклассникам, учителям в подготовке к сочинению, к ЕГЭ. На страницах этой книги оживают русские классики и множество причудлив драматических персонажей. А вот что о этом сборнике говорят читатели. Я думаю, эта книга подойдет тем, кто хочет на досуге освежить знания по школьному курсу литературы и, возможно, по другим углам взглянуть на привычные сюжеты героя. Замечательная книга, понравится будущим филологам, людям, которые интересуются русской классикой и учителям. Интересная находка, в конце каждой главы автор добавляет, что почитать и что посмотреть. Эта книга раскроет новые неисследованные миры и научит смотреть на великие произведения глазами взрослого чувственного человека. Этот литературный путеводитель раскроет множество секретов классиков, о которых не рассказывают в школе. Пять авторов и множество персонажей. Карамзинская Бедная Лиза и Горе от ума Грибоедова. Медновсадник, Капитанская дочь, Пиковая дама и не только Пушкина. Проза Гоголем, Цири, песня о копце Калашникове и герой нашего времени Лермонтова. Ясно, что книга будет полезна для учителей, которые разрабатывают свои уроки, для школьников, особенно при подготовке к сочинению, и выпускному экзамену. Для их родителей, которые не обязаны помнить детали прочитанных в юности произведений, а при этом должны отвечать на вопросы детей. Гоголь. Годы жизни 1809-1852. Гоголевское наследие при всей его разнородности подчинено единому закону. Он ищет лекарства от зла, исследует зло в любых проявлениях и, если угодно, классифицирует его. Все его герои так или иначе тяготеют к одной из четырех эпох. Эпох не исторических, а скорее мистических. Либо они принадлежат древности, когда царила безраздельно, и спастись от него не было возможно. Либо они связаны со славной стариной, как запорожская сеть, сечь лучших ее времен, когда со злом можно было сражаться лицом к лицу и побеждать его, а иногда терпеть от него поражение. Либо они живут в легендарные полусказочные времена поздней Екатерины Великой, когда зло выползает на свет и пытается одолеть человека, особенно накануне больших церковных праздников. Но оно уже ослабело, и человек, смеясь и молясь, легко его побеждает. Либо они оказались в измельчавшей современности, когда зла как будто бы и нет. А на самом деле оно просто стало скучным, незаметным и поэтому особенно опасным. Оно убивает душу, а не тело, и защититься от него почти никому не удается. У Гоголя даже был сквозной мотив, как постепенно появляется антихрист человеческой истории, когда он был грозен, откровенен, а теперь стал тих и ничего не значущ. Социальная жизнь работает на него. Бюрократическое царство пустоты и безнадежности становится питательной средой для его невидимого воплощения. Особенно ярко все четыре, но прежде всего три, мифологическая древность, легендарные екатерининские времена и убийственная современность. Эпохи представлены в вечерах на хуторе Близди Каньки, с которых начался путь Гоголю в большую литературу. Название цикла отсылало читателя к роману Погорельского «Двойник» или «Мои вечера в Малороссии». Здесь прямо говорится в повести об Иване Федоровиче Шпоньке, что современность окончательно разучилась к чудесам. Часть героев восходит к седой старине, как минимум четыре поколения вниз по исторической лестнице, когда черти были намного серьезнее и так просто совладать с ними не удалось. Таковы персонажи ночи накануне Ивана Купала, страшные мести, но большинство из них обосновалось полулегендарным прошлым, отстоявшему от читателя Побасинок, Рудова Паньки. На два поколения, когда люди еще помнили о страшной древности, но запросто обыгрывали ее. Таков кузнец Вакула из ночи перед Рождеством. Он даже будучи сыном ведьмы Солохи, просто может проспать рождественскую обедню и всего лишь покаяться, когда, как Петрусию, из другой ночи, языческой ночи накануне Ивана Купала, стоило один единственный раз в жизни пойти вместо воскресной службы в Шинок, и его губит это навсегда. Или, подобно Гретько, они живут в эпоху, отстоящую на дистанцию памяти одного поколения. Действие Сорочинской ярмарки отнесено к августу 1800 неизвестного года, приблизительно лет 30 назад. Из глубины веков приходит казачка о красной свитке. Но встреча настоящей нечистой силой, даже ослабевшей, даже подобревшей, почти невероятно, возможно лишь в исключительных обстоятельствах. Или, как Иван Федорович Шпонько, оказались в современном мире, где воцарился абсурд. Столь сложная организация цикла, столь неравноправное положение героев потребовали от Гоголя игры с авторскими масками. В тексты повестей словно спрятаны невидимые персонажи-рассказчики, не имеющие лиц, но наделены правом голоса. Это и дьячок Фома Григорьевич, который верит в свои страшные истории, ставшие ему от деда, а тому подчас от его дедовой тетки. И гороховый панич, любящий диканьку, но воспитанный на книжках, Фома Григорьевич считает его москалем. И Степан Иванович Курочка из Гадича, и самый рудый панька, которому повести приписаны в заглавии цикла, и который постепенно из посредника между автором и рассказчиком превращается в одного из повествователей, причастного как к полупросказочной народной жизни диканьки, так и большому миру, где издают собранные им повести. Это увлекательное путешествие литературной закулисья, где мы видим, как рождаются, растут и влияют друг на друга герои произведений. Эта книга нечто вроде литературного путеводителя. Построена она по принципу энциклопедии. К каждому герою отведена отдельная статья. Читатель ждет путь через портретную галерею ключевых персонажей отечественной литературы. Он остановится и увидит, какую эстетическую тайну несет тот или иной образ. Книгу «Путеводитель по классике. Продленка для взрослых» вы можете найти в читальном зале Дворца книги. А вы читали сборник? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...